Сегодня вторник, 24 января. Это день, когда отмечается самый сладкий праздник в году — Международный День Эскимо. И именно 24 января, 93 года назад, Петроград был переименован в Ленинград, а на GSTV — Игры. Obsidian намекает на скорый анонс Pillars of Eternity 2. На родине Бассановы внезапно выпустили шестую GTA. Что ждёт фанатов Fire Emblem? Об этом в ближайшие минуты. Шотландский продюсер и геймдизайнер Лесли Бензес, работавший над Red Dead Redemption и всеми частями GTA, начиная с третьей и заканчивая пятой, и в прошлом году со скандалом, покинувший свой президентский пост в Rockstar North, вернулся в игровую индустрию и открыл сразу пять студий. Четыре из них вряд ли заслуживают особого внимания. Они будут заниматься, судя по всему, вспомогательными разработками, а одна из них специализируется исключительно на программном обеспечении для VR-устройств. А вот так называемая Royal Circus Games Limited возьмётся за крупные игры для PC и консолей. Студия уже зарегистрировала многообещающую торговую марку Time for a New World. Быть может, Бензес со злости начнёт делать конкурента GTA. Во многом именно благодаря ему GTA 3 в своё время стала мировой сенсацией. И хоть история знает немного случаев, когда подобного успеха удавалось достичь дважды, но будем надеяться, что Бензес, как и на рубеже веков, возьмётся за нечто интересное и рискованное. В Бразилии тем временем GTA 6 уже вышла. По крайней мере, один из пользователей Reddit обнаружил в местном магазинчике вот такую коробку с игрой, причём для PlayStation 2. На обложке изображена актриса Саммер Глау в образе девушки-киборга из телесериала «Терминатор. Битва за будущее», а также официальные концепт-арты предыдущих частей серии. «Хорошая игра, покупать её я, конечно, не буду», — подумал он. «Если вас интересует, что на диске, то там модифицированная версия Сан-Андреас. В странах типа Бразилии, Таиланда и Индонезии подобных игр для старых консолей полно на рынках. Настоящая GTA 6 выйдет, наверное, в году так 2025-м, но зато уже грядущей осенью мы будем наслаждаться Red Dead Redemption 2». Electronic Arts сообщила, что все подписчики сервиса Origin Access смогут сыграть в Mass Effect Andromeda на неделю раньше релиза. Игра будет доступна с 16 марта в течение только 10 часов. Но такое временное ограничение объясняется тем, что для запуска приобретать Андромеда не обязательно. Хотя если вы оформите предзаказ, то весь прогресс сохранится и в релизной версии. Актуально это, как вы понимаете, только на Xbox One и PC. Origin Access на PS4 не поддерживается. Такая же функция раннего доступа была и перед выпуском Battlefield 1, тогда на пробу были отданы несколько многопользовательских карт и кусочек одиночной кампании. В случае с Mass Effect Andromeda, ранний доступ тоже подразумевает и сюжетную часть, и мультиплеер. То, что Obsidian работает над Pillars of Eternity 2, мы уже знали. Еще в мае 2016-го в рамках конференции Digital Dragons руководитель студии Фергус Уруха заявил, что сиквел в разработке. И тогда же он предположил, что какая-то часть бюджета, скорее всего, снова будет собираться через краудфандинг. Видимо, официальный анонс готовится на ближайшее время. Obsidian на своем официальном сайте публикует загадочные изображения с таинственными надписями, которые постоянно меняются. А кроме того, на Ютубе уже можно посмотреть подготовленный разработчиками полуторачасовой документальный фильм, где они рассказывают о том времени, когда студия столкнулась с катастрофическими финансовыми проблемами, но благодаря фанатской поддержке и успеху Pillars of Eternity смогли выбраться из ямы. Ссылку можете найти под этим роликом. Тизерит новый проект и датская студия Playdead. Авторы Limbo и Inside. Новинка явно будет по концепции аналогично предыдущим работам команды. Но, судя по опубликованному арту, главным героем выступит потерявшийся в какой-то пустынной местности космонавт, волочащий за собой порванный парашют. Он смотрит на нечто падающее с неба. Может, это метеорит, может, горящий космический корабль. В сообщении Карто авторы поблагодарили всех за тёплый приём Inside и написали, что как только она отрелизилась, работы над новой игрой начались незамедлительно. Playdead, впрочем, команда медлительная. Хоть её игры и относительно небольшие и непродолжительные, но что Limbo, что Inside делались по шесть лет. Может быть, традиция будет нарушена, а может и нет. Пэвел Заводный, в прошлом один из руководителей Техланд объявил об открытии в Польше новой студии. Она получила название Strange New Things. В её состав входят ветераны игровой индустрии, работавшие над Dying Light, Call of Juarez, The Witcher, Dead Island и последним Хитманом. Это и программисты, и писатели, и художники, и продюсеры, и дизайнеры уровней. И все они устали от производства продуктов, продиктованных рыночным спросом. Как говорит Заводный, в Strange New Things нет должностей, нет иерархии. И делать команда будет то, о чём мечтала всё это время. Что-то, к чему лежит душа, а не то, что ближе к деньгам. Но это, как он подчеркнул, будет нечто по-настоящему значительное, и оно поспособствует внутренним изменениям в игровой индустрии. На официальном сайте студии изображён человек, смотрящий в глубины космоса, и мы вместе с ним будем ждать анонса первой игры этой многообещающей команды. Через неделю после презентации Nintendo Switch в Токио прошло посвящённое ей же мероприятие в Москве, куда пригласили игровую прессу и некоторых крупных блогеров. Тут уже можно было потрогать новую консоль своими руками и поиграть в несколько разрабатываемых под неё проектов. Мы покатались на Марио-картах, подоили корову, поучаствовали в кибербоксёрском поединке будущего, ну и, конечно же, побегали по газонам Хайрула в роли Зельды, эээ, ой, то есть, простите, в роли Линка, конечно же. Пока всё выглядит действительно так, как рассказывали на презентации в Токио. Если пропустили, ссылка на тот ивент с переводом на русский есть в описании под видео. Это действительно эдакая следующая эволюционная ступень игровых платформ от Nintendo, побравшая в себя чуть ли не все имеющиеся наработки компании в этой области. Напомним, что Nintendo Switch — гибридная портативно-стационарная консоль, которую можно как подключить к телевизору посредством специальной док-станции, так и, вынув из этого стильного зарядника, взять с собой в дорогу. В таком вот переносном виде, с половинками геймпада по бокам, устройство напоминает контроллер Wii U, однако в руках его держать намного удобнее. Упомянутый разборно-двойной геймпад Joy-Con действительно очень легко подсоединяется к основному девайсу, также легко отсоединяется и насаживается на специальный держатель, превращающий его в странновато и громоздко смотрящийся контроллер, который при этом оказался вполне эргономичным и, опять же, удобным. Для некоторых игр потребуется второй вариант, когда каждая половинка Joy-Con'а становится самостоятельным геймпадом. Так можно, например, играть вдвоём в проекты со сплит-скрином. Из игр на данный момент заявлен набор в виде новых итераций серии Mario, Mario Kart, Zelda, Xenoblade Chronicles, Dragon Quest и других культовых старичков. Также подтверждён выход FIFA и Skyrim, и целого ряда инди-проектов, например, Cave Story, Binding of Isaac Rebirth со всеми дополнениями, и Kingdom. На полках российских магазинов Nintendo Switch появится так же, как и в других странах 3 марта текущего года. Посмотрим, как зайдёт. К слову, для Switch уже разрабатывается и новая игра серии Fire Emblem. Она выйдет в 2018 году. И, обратим внимание, это будет первая со времён Fire Emblem Radiant Dawn, появившаяся в 2008-м на Wii, игра-франчайза, которая посетит домашнюю консоль Nintendo. До того момента, 2 февраля, на мобильниках под управлением Android состоится релиз бесплатной стратегии с элементами RPG – Fire Emblem Heroes. В ней мы будем играть за мага, который управляет своими войсками на полях размером 8 на 6 квадратов и умеет призывать на помощь героев из разных частей серии. А 19 мая, в свою очередь для портативной консоли 3DS, будет выпущена Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Она развивает идеи, вышедшие в 1992-м на Nintendo Entertainment System Fire Emblem Gaiden, где была в том числе необычная для сериала возможность свободно прокачиваться, убивая монстров. Главных героев тут тоже двое – Альм и Селика, брат и сестра, разлучённые из-за войны. А после неё, осенью, увидит свет и третья Fire Emblem в 2017-м. Она имеет подзаголовок Warriors и представляет собой гибрид с одноимённой франшизой от Koei Tecmo. Делают её авторы Hyrule Warriors для 3DS и Switch.